Привет, с вами Озон 666, настоящая астральная копия Озона, которая забрала все хорошее от Озона 671, педофила, и с генномодифицированным мозгом, нормальным, с вылеченным, нормально, все, то есть все плохое не оно в педофиле 677, а мы сейчас будем обзоровать обзор игры Dead Rising 2. В принципе, видео не можете смотреть, мы взяли у этой чурки это видео и решили положить на него свой голос, просто потому что он сам ролики так пиздит, он вообще не играет в играх, которые он обозревает, его записывает, зачитывает текст, в этом еще, может он еще играл сам, или мы видео записали, но в остальных роликах он просто пиздит ролики, даже не играет в игру и обсирает их, потому что он тупой, ну чурка тупой, без мозга. А ZOOM 666 это нормальный мужик, все, нормально, все там. Он сейчас делает обзор, Dead Rising 2 это хорошая игра, в принципе, я первый раз прошел на Xbox, 360, она мне очень понравилась, в принципе, тот же самый первый Dead Rising, только улучшенный, все оттуда взято, избавленные баги, например, всякие, например, такие, типа, чечерские оружия, как две пилы этого куона, там всякая фигня еще, вот, и главное, что, на компе проблема в том, что она, как бы, была NVIDIA 3D Vision изначально, то есть, но она не работала изначально, в 3D режиме, то есть, она работала, но жутко тормозила, то есть, и только сейчас, когда новые драйверы, вы, что, не видите, 2, 2, 6, 9, 9, только тогда она заработала нормально, а так это, получается, объебывали народ, реально, просто, на выход не было этих драйверов, ну, вот, игра офигенная, потрясная система, вообще, боя, этого, как бы, игры, просто, просто, вообще, нигде такого нет, в реальном времени все происходит, и, постоянно, это страх нагнетает, надо все успевать, это система, главное, отсутствуют голосовые сообщения, то есть, озвучки нет, практически, в самой игре, как, кроме как, заставка, это, как бы, нагнетает страх, это специально сделано, вот, это взятое с, так, и, это, сначала вышла, вообще, демка, это, как бы, она была, Dead Rising называлась, как-то, по-другому, она вышла только на Xbox, я в нее не играл, к сожалению, но, судя по всему, это просто демка, начало, как бы, предыстория, вот, этого всего, а игра начинается, что вы играете за гонщика, такого, вот, которого погибла семья, в, это, вот, в этой темке было показано, все, в общем, Terror is Reality, это шоу, кстати, это, мне не удалось в онлайн немного поиграть, потому, что, там, постоянно игроки вылетают, что-то это, а, просто, вообще, онлайн хороший, в Dead Rising, я, вот, на компе поиграл, так, на Xbox я не стал играть, потому, что, там, я не хочу лезть, с Читкова, ну, в онлайн, просто, и, вообще, платить за этот лайф, это, там, 20 долларов, это, и сколько, там, вообще, в Диралово, лучше на компе играть бесплатно, и играть так прикольно, присоединяешься, так, и, там, режешься, режешь, бегаешь, не знаешь, туда залезаешь, просто, как можно нового персонажа постоянно создавать, его развивать, это очень приятно, там, не, то есть, не надо тебе заново игру проходить, и сделать удовольствие, чтобы развивать своего персонажа. Зомби очень слабые в этой игре, даже, как и в первой части, это, вот, единственное, что, кажется, странно, то есть, они одни ударом, 5-й зомби убиваются, вот, графика, в принципе, нормальная, ну, далеко от первого Dead Rising она не ушла, честно говоря, добавлено, что, реально, заметно, это размытие на фоне, но эту игру даже делают хуже, вот, почему, потому, что, кажется, что меньше зомби, потому, что, те, кто на заднем плане, их не видно, а, в действительности, в компе это встречать, то, все, наверное, больше тормозит на компьютере, и, вообще, просто, это я не понимаю, как до сих пор на компе современном подтормосят игры, когда, как они в боксе, они не тормозят, идут идеально с той же графикой, вы, реально, разницу не увидите. Играть лучше, естественно, на джойстике, Xbox 660, вот, вот этот, вот, черный человек, это самый гад из гадов, вот, это вообще просто подлет, я игру прошел один раз, но много раз переигрывал, и, первый раз у меня была концовка S, и там этот негр, ну, в общем, увидите, он, он такой гад, ну, просто, вообще, сюжет очень круто закручен, нормально, сначала, реальное представление, что все это, типа, из-за денег он устроил, а потом там появляются истинные, вот, подробности, все это, вот, заговор, это, вот, эти твари. Ну, сама территория, по которой бегать, она, в принципе, небольшая, и одновременно она не выглядит такой замкнутой, как в Дэд Райсинге первом. То есть, как бы, как будто хотели сделать город, а получилось не город, а недоделка с тремя улицами. То есть, лучше бы они оставили какой-нибудь один супермаркет. Да. Тут, в принципе, тут есть боссы. Боссов очень сложно убить, очень сложно. Некоторых боссов вообще даже кажется, что невозможно. И, в принципе, их невозможно убить, если так просто уходить и пить их. Они сделаны так, что надо их бьешь, и уходишь там покушать, там оружие собрать, потом приходишь через 10 минут, опять их бьешь, опять отходишь. Боссы очень сложные. Последнего босса я вообще бил вот 3 часа. Вот вообще его нереально вот забить, вот пока не поймешь как. Вот только вот когда мне дошло, я пошел, мне достало в оружейный магазин, набрал винтовок, автоматов, и только тогда я его стрелял с дистанцией. А вообще так это просто, ну просто боссы нереальные, их очень много. Около 15 психопатов, насколько я помню, плюс еще боссы. Тут сюжетно еще. То есть психопаты это такие люди, которые свихнулись как-то, как и в первой части, на этом самом, и просто ты с ними случайно сталкиваешься, и надо их убивать. Надо сказать, что тут опыт дают, в отличие от первой части, за за убийство зомби. Если ты сделал оружие, или ты с большой силой битву по башке ударил, вот если нажать, получается там, в первой части за убийство зомби не давали очков. Не давали. Только за выполнение всяких этих самых заданий. А тут дают. И система развития, она так интересно организована, что тебе могут случайно дать, тебе могут не дать, допустим, тебе адепт на скорость, тебе могут адепт на бросок, там бесполезно совершенно дать. За Бангейт. Вот. Скорость, конечно, чтобы крутые, всего три эти штуки, три деления, и ты начинаешь быстро бегать, там, и двигаться. Питание, питание. Тут питание хорошее. Самое лучшее, не знаю, питание, это что-то. Водка, наверное. Или кальмар. Кальмар, наверное, самое лучшее. Много пить нельзя, тебя точно тошнит начинает. В первой части тошнило, если ты, по-моему, только водки выпишь. Да. А тут даже если сок пьешь, то равно ты плохо. А кофе всего два деления. Или два деления прибавляет, а типа сок в Макдональдске одно деление, кока-кола. Вот это зомбрис. Ну, это вообще по одной пачке продают это самое. Вот этот вот препарат от зомби. Кстати, вот эта компания, которая делала пропорции от зомби, она это все устроила. Чтобы лучше продавать пропорции от зомби. Это как сначала думали, а потом оказалось, что уже они хорошие. Для того, чтобы собрать королев, из них что-то экспериментировать. Да. Вот так вот. Вот это убежище. В принципе, тут что? Надо приводить сюда людей. Приводить людей. Я просто, что-то торможу, я обзоры сразу делаю. Сразу даже не отначально ничего не записываю, даже не думаю, что ничего. Потому что мы адепты. Мы докажем превосходство своей нео-расы абдул-арийской. То есть люди, которые все могут делать, все что угодно, и скоро все захватят, потому что было веро в нее это путешествие. И я зону 666, я этому доказательству. Бога Сатана отделил все черное, что было в Атулове, и пусть вы варите в воду, но оставил на этой земле, чтобы получать страдания. Мы на ней будем издеваться, и вы, пожалуйста, срите на этого Азона, потому что это не обзорщик. Не обзорщик. Он тупой, он сволочь, он издевается на основные дни, у него нет понятия справедливости, совести, ничего. Это вот с гад из гадов, самый больной человек реально. Бешеный, больной, вообще он просто больной. Ну ладно, хватит Азония, Газония там. Он свое получит, на наши люди уже начали работать, и кара будет вечная. Это он на нас, на Мэдисона натравил, на нас все это устроил, а потом нас в расход пустил, как испугался, что геофашисты приедут, убьют его, типа. Решил и забанил нас там, типа. И думал, с рук он сойдет, так. Не сойдет, ничего не сойдет. Наша вера и основа на том, что за все приходится платить, и вечно платить. И кара может и через год, и через 10 лет настигнет. Главное, когда она пойдет, уже никуда. Ой, опять отвлеклись, отвлеклись. Самое лучшее оружие в игре, это бит с гвоздями, реально. Потому что ее проще всего сделать, она очень хорошая. Разгоняет кучу зомби, дает очков. Там же рядом можно сделать и биту с топором. То есть молоток с топором. Тут оружие кучу можно делать, совершенно такое. Самое, по-моему, прикольное, это такое крутое, реальное. Которое из того, что сложно, можно найти. Из того, что легко. Это швабру с привязанной к ней мачете. Это она все рубит вообще. Ну, бензопилы, две тоже так хорошо, так нормально. Единственное, что разождают загрузки. В принципе, вот сколько, прошло 5 лет или сколько, они могли сделать, чтобы загрузки убрать. Когда-то сделать. Не сделали они этого. Ну, сделали. Вот. Даже...